Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы ВАЭРА. Вчера мы остановились на том, что Всевышний казнил в Египет первой казнью, которая называется кровь. Весь Египет был поражен тем, что не было воды, была кровь. Страшная казнь. После этого фараон не соизволил нас отпустить, Всевышний отягощил его сердце и наступает следующая казнь. Всевышний сказал, что наведет казнь лягушками. И сказал Маше Агарону, что он навел жад на страну египетскую. И Агарон навел своим посохом эту страшную казнь. Почему именно Агарон? В данном случае лягушки не мешали Маше, когда он был в ларце из папируса, которого мама поместила в Ниле. И он спас, а лягушки ему не мешали. Поэтому он не хотел поражать лягушками страну египетскую. Сначала вышла огромная жаба из Нила и пошла на Египет. Египтяне собрали оружие, дубинки, мечи и кинулись на эту жабу. Когда они ее били, она издала огромный крик. И изо рта ее посыпались тысячи лягушек. И этот крик дал команду остальным лягушкам, которые были в Ниле. И они миллионами пошли на Египет. Вместе с ними вышли и разные чудовища морские из воды. Когда они шли на Египет, первым делом они повернули в дом фараона. Дворец был закрыт, но Всевышний сделал так, что лягушки проникали сквозь камень, сквозь дерево. Было невероятное чудо. Это было, что что-то проникает через твердое неоднократно. Тора пишет, что если от вас спрячутся к Наонеи, когда вы будете завоевывать страну и закроются от вас в пещерах везде, то я пришлю в шерстни, которые проникнут сквозь эти камни через все и убьют ваших врагов. Вот так же и лягушки, они проникли к фараону, к его спальне и кинулись на его, и кусали его, и были внутри его. И это было что-то страшное. Египтяне полностью были поражены везде, куда бы человек ни пошел, везде. Они замешивали тесто, лягушки бросали сквозь тесто, они ставили тесто в печи, лягушки бросались в печи. То есть они очень были самоотвержены, они погибали, потому что Всевышний сказал так поступать. Интересно, что наши праведники, Хананья, Мишель и Азарья, мы знаем, что был царь на выходне царь, который сказал, чтобы их бросили в огонь за то, что они не подчинились, не выполнили требования царя поклониться идолу. Так они не обязаны были это делать. Но они сказали, раз лягушки не пожалели себя, просто отдавали свои жизни, не щадя своих жизней, то мы тем более обязаны так поступить. И пошли на верную смерть, и их бросили в огонь. Но мы знаем, что это было, что Всевышний их спас, хотя сказал, спасать их не буду, потому что тот поступок, который делали Всевышний, их не требовал, и они могли вообще молча не пойти служить этому идолу. Они демонстративно не хотели ему служить, и показали демонстративно, что мы не будем. И поэтому, естественно, здесь спасать их Всевышний как бы не должен был. Но Всевышний всегда, когда говорит, что делаю плохое, он так обычно не делает. И он их спас. Когда смотрят, когда бросили их в раскаленную печь, то смотрят, бросили три человека, царю докладываю, там четыре ходят. Всевышний прислал ангела. В общем, чудо невероятное. Те люди, которые бросали в печку, тут же сами сгорели. И Хананья, Мишель, Лазарьев вышли из печи невредимыми. Это было чудо невероятное. И, казалось бы, они вышли героями. Но не тут-то было. Их заплевали люди, люди Новохадницаров. Потому что вы, говорит, евреи, имейте такого Бога. Он вас спасает в таких ситуациях. Вы еще не хотите ему правильно служить. Вот нам они подчеркнули, что мы должны, имея такого Бога, который нас спасает в таких страшных ситуациях, достойно себя вести. Что еще интересно с лягушками? Что давний спор был между египтянами и Куш, Эфиопия. О землях. Египтяне считали частью земель Эфиопии ихними землями. И Эфиопия считала по-другому. И не могли они разрешить этот спор. Когда пришли лягушки, они покрыли территорию Египта ровно по границам страны. И так все поняли, где проходит настоящая граница Египта. И этот спор был решен. После этого фараон ничего уже не мог сделать. Он говорит, убери от меня хоть эту смерть. Моше не делает это мгновенно. Он не просит Всевышнего моментально. Он говорит, ты скажи, когда точно убрать лягушек? Фараон говорит, на завтра. Моше говорит, чтобы ты видел, что это делал именно Всесильный. Чтобы вы не пытались объяснить это с помощью ваших волхвов, которые занимаются колдовством, что это не Всевышний прислал лягушек. И тогда Моше вышел, помолился. И на утро лягушки все вымерли. И они не исчезли. Они вымерли. Их собирали многими грудами. Была вонь страшная во всей стране египетской. Но стало уже легче. И фараон укрепил свое сердце. И продолжал грешить. Тогда Всевышний на этот раз сказал Моше, что поразил прах земли. И Моше повелел это фараону. Агарону. И Агарон навел свой посох на землю. И весь прах земли превратился во вшей. И это была страшная казнь. Волхвы египетские в первый раз, когда была казнь кровью, сумели взять воду и сделать из нее кровь. Но назад уже вернуть. И они не могли кровь вернуть назад в воду. Или лягушек. Они сделали, но назад тоже не могли они вернуть лягушек. Чтобы их убрать, лягушек. А в данном случае с шами они не могли ничего сделать. Потому что вши очень маленькие. И магия не способна влиять на существа меньше, чем ячменное зернышко. Поэтому они говорят, это пес божий. Фараону. Мы ничего делать не можем. Казнь очень страшная была. Они кусали насекомые. Это было за то, что египтяне издевались над евреями. Требовали от них собирать разных насекомых. Разных гадов. Просто издевались. Не нужны были им эти насекомые. Они просто однами издевались. Поэтому они сейчас получили наказание. Насекомыми. Вот так вот. После этого, когда эта казнь была уже уничтожена, мы больше рабами в Египте не были. Потому что праздник поражен. Евреи стали уже свободными людьми. Уже никто не принуждал нас работать на египтян. И мы начали жить уже своей собственной жизнью. У нас появилось свое имущество. В общем стало легче намного. Фараон нас не отпускает. Всевышний говорит. А сейчас я нашлю на вас диких зверей. И вышли из леса дикие звери. И напали на страну египетскую. Египтяне ничего не могли с этим сделать. Пишется, что египтянин просил еврея нести его детей. Всех в одну руку. Другую, третью на одно плечо. Четвертое на другое. Еще и на голове ребенка. И тут вылетали дикие звери. И расхватывали дикие египтян. То есть это была казнь страшная. Опять фараон просит. Всевышний убирает эту казнь. Но это говорится быстро. Пишут наши мудрецы, что каждая казнь была месяц. Месяц на то, что он предупреждал. Подготовка. Потом была казнь. Потом выход из казни. Еще неделя была. В общем, вот так вот три недели. Потом была передышка. Потом следующая казнь. И каждая казнь была по месяцу. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан в заводении души Игорь Бен Лев, Берта Батысраэль, Павел Бен Ефим, Самилан Герш, Павел Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владимир Бен Григорий, За здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Лена Батклара, Жея Бат Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бен Эстер, Двора Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ида, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дам Бен Сара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Миро, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Сара, Инда Бен Хая Ави, Хая Бат Фаина, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Масл Борсас, Гулай Ирина Бат Ури, Арон Ари Бен Ури, За хороший дух Арон Ари Бен Двой, Радис Бен Ахум, Аль Галь Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Ари Лей Бен Лариса, Парасай Брюк Лавин Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Масл, То, Что мы это время не грешили, Читали Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, Всего самого наилучшего, Пусть скоро закончена эта война, И до следующих встреч, Которая состоится, Надеюсь, Стоится завтра в 10.40. Шалом!